Я армянин, но всю жизнь прожил в России, про таких, как я говорят, ассимилированный армянин. Если не знаете, что это такое, а ассимилированный армянин — это армянин, который знает слово ассимилированный. Вот так работает. Я переехал из России, когда началась мобилизация, потому что я офицер запаса. Ага, блядь, вот это вот. Офицер запаса. Какого хуй знает, видимо, жирового. Я его еще сам в шоке. Как услышал, поехал в Казахстан. Уехал в Казахстан, потому что был ближе всего. И я там провел два самых странных месяца в своей жизни, потому что я просто блуждал. Я просто не понимал, где мой дом, кто эти люди вообще. И спустя два месяца я решил, что поеду дальше в Армению. Я приехал сюда, вышел на улицу и почувствовал себя как Мэнни из летникового периода, когда он попал к остальным мамонтам. Я просто вышел и такой... Они такие же, как я. Они тоже волосатые. Почему я не был здесь все это время вообще? Я пока сложно на застольях, потому что я не сильно вообще могу поддерживать всякие разговоры. Там всегда они превращаются в какой-то момент в разговоры про политику. Я в армянской политике не сильно понимаю. Я привык к русской политике. Там хотя бы понятно, кто пидорас. А здесь типа Пашинян, Кучарян надо разбираться еще в чем-то. Армяне вообще любят сложные длинные разговоры, но они всегда начинаются с одной и той же фразы. Вот что я заметил. Всегда к тебе подходит кто-то и говорит, я тебе одну вещь скажу. И там никогда нахуй не одна вещь вообще. Хоть бы раз вообще мой дядя подошел, сказал, я тебе одну вещь скажу. Кому ты ушел после этого? Обычно это я тебе одну вещь скажу, и вы четыре дня на кухне не спите после этого. Чисто за сигаретами выходите. Зато потом знаешь, почему на самом деле союз разбался. Меня еще недавно позвали на два слова. Я такой, это больше, чем одна вещь или новая? Если да, у меня нет столько времени в жизни вообще терпеть вот это вот. Я не очень хорошо знаю армянский язык, поэтому стараюсь его учить. Пока что эффект странный. Вместо того, чтобы лучше знать армянский, я только хуже знаю русский, если честно. У меня пока чисто акцент стал появляться. Мне сейчас друзья из России звонят, я беру трубку и такой, алю. И они такие, ну горный вернется, похоже, понятно. Горный совсем там. А я учил, я начал учить язык, я учился с репетитором. Мне друзья говорят, зачем ты репетитор, ты же в языковой среде, ходи, общайся с людьми, будешь учить язык. Я всегда не понимал, как это должно работать, но решил попробовать. И оказывается, никак это вообще не работает. Я слова, блять, не знаю, как я... Я прихожу, мне говорят что-то, я такой... Мерси могу в конце добавить, что... У меня, когда я приехал, у меня языкового вообще словаря моего хватало, чтобы два предложения в супермаркете осилить. И на третий я еще на всякий случай отвечал че. Просто ну а вдруг закончится диалог. Ну и обычно там всегда вопрос, типа сколько яблок, и я такой... Че. И она такой, понятно, гендон, сразу бы по-русски говорил. Зачем начинать это было вообще. Я с этим че ни разу не попал. Один раз случайно влетело это че, но там вопрос был, как звали кубинского революционера. Это часто наугад влетело вообще. Ну и бывает, бывает, конечно, неловко из-за того, что не знаешь армянский язык. Но каждый раз, когда мне стыдно из-за того, что не могу поговорить по-армянски, я вспоминаю, что есть еще курьеры индуса из Глова. Мне чуточку легче становится жить в целом, потому что... Ну я не знаю, если я со своим полу-русским, полу-армянским как-то справляюсь, куда вы с английским приехали? Каждый раз, когда у меня индус берет заказ, мне приходит этот звонок. Я говорю, hello, where is your home? Я не знаю, where is my home. Четыре месяца в ахуе ищу его еще. Приходи вместе поищем, что могу сказать. И они могут сбросить заказ, если не могут найти мой home. Приколите, они каждый раз вообще сбрасывают. Я не знаю, что делать с этим. Я понимаю, что я наберу в Глова, и там еще один чувак такой, hello, what is your problem? Забейте, ешьте сами, нет уже никакой проблемы. Мне очень интересно просто, а почему? Как в Армении стало так много индусов? Раньше же как будто не было. Они такие, поедем куда-то получше. А там еще эта вакансия в Глова, где единственное требование — хуево ездить на мопеде. И он такой, о, я как раз с детства лучше всех хуево езжу на мопеде. Если не пойдет, могу устроиться еще вот в эту штуку, где надо на пяти самокатах сразу ехать. Тоже круто этим владею. Мне было так интересно, что я решил написать в Гугле, почему в Армении много индусов. Я написал, почему в Армении так много. И Гугл выдал мне самое популярное продолжение этого вопроса. И оказывается самое популярное продолжение — почему в Армении много армян. В натуре. Есть ли какие-то причины для этого? Я уверен, что этот запрос стал популярным из-за русских. В которые приехали и такие, в целом, клевое место. Чисто один вопрос. Как так вышло? Можно ли что-то сделать? Нет, ладно, будем жить. Что теперь делать? Я в итоге написал, почему в Армении много индусов. Вышла статья, я обрадовался, что есть статья. Но я забыл, что статью в интернете можно написать кто угодно. Поэтому там статья была примерно с ответом таким, как если бы моего дядю спросили, почему в Армении много индусов. Там было написано, что сейчас в Армении много индусов. Многие задаются вопросом, почему. Ну а почему нет? Индусы приезжают, им здесь нравится. Армения прекрасная страна, мы первые приняли христианство. Здесь очень вкусно, прекрасные люди. Я думал, в конце добавить не в Индии же ебанно им жить. После этого, конечно, здесь же. Ладно, хоть так не было. Мне нравится здесь, но было одиноко какой-то момент. Потому что я сперва переехал без своей девушки. Мы с девушкой встречаемся 10 лет. Это уже довольно много. И когда я уехал, это были первые три или четыре месяца, которые мы были не вместе за 10 лет. Приколите. Вообще, было очень одиноко какое-то время. Я не знал, сколько это вообще будет продолжаться. Поэтому я подумал, что если, раз уж такое дело, попробовать впервые в жизни купить какую-нибудь интимную игрушку. Ну и такая же тишина у меня в башке была. Потому что круто придумал Гуар. В Ереване самое место вообще начинать. Потому что я в России стеснялся, что я позвоню. Мне позвонит оператор. Я такой, это вы заказали. Я такой, ой, нет, брошу трубку. А здесь я уверен, что мне наберет не оператор. Здесь я уверен, что мне моя тетя наберет сразу. Там будет звонок типа, Гор, это ты заказал вагину? Просто сейчас по радио Ван передавали, сказали, Гор заказал вагину. Я решил позвонить, уточнить. Поэтому не стал заказывать, конечно. Но посмотрел, что бывает вообще. Оказывается, бывают искусственные вагины, копии вагин настоящих порноактрис. Представляете? Я не знал, что такое бывает. Мне просто интересно, как это делается. Ну, вряд ли же это вот этот дядька в будке, который копии ключей. Заодно привели к нему. Он такой, ну, садись, что делать. Сейчас откопируем. Я люблю летать в Армению. Мне нравится летать в Армению, потому что есть чувство, что ты летишь домой всегда. Мне нравится, что это чувство появляется еще в аэропорту на стойке регистрации. Ты точно знаешь, что ты на армянском рейсе, когда у всех багаж не помещается. Ты такой, ну я точно куда надо лечу. Ни разу не было, чтобы я летел и у всех поместился. Обычно там вот этот калибратор, в который надо сумку десять килограмм засунуть. И стоит мужик с пятью клетчатыми сумками и коньяком с саблей еще, скорее всего. И такой, ну сейчас что-нибудь придумаем. И самое интересное, всегда что-то придумывают. Потому что ты прилетаешь, и на этой ленте коньяк с саблей выезжает. И ты такой, да, блядь, это холодное оружие, зачем выпустили его с этим? Да, я говорю, что вообще люблю летать в Армению, но летать в целом я не очень люблю. Я аэрофоб, я очень боюсь летать. Поэтому стараюсь ездить на поездах, если возможно. Но недавно ехал на поезде из Гюмри в Ереван. И в наш поезд на полном ходу врезался грузовик с щебнем, прикиньте. Да, если вы напряглись, не переживайте, я выжил, все хорошо. Но в моменте я вообще ничего не понял, что произошло. Мы просто едем на полной скорости, и какой-то в соседнем вагоне стук, шум, женские визги. Я перестаю кричать, пытаюсь разобраться, что происходит. И за следующие 30 секунд я услышал примерно 90 версий того, что только что случилось. От того, что мы сбили собаку, до того, что мы въебали из башни близнецы только что. Там все было вообще. Я выхожу, чтобы узнать, и оказывается у нас врезался грузовик. И я фотографирую это, выкладываю в инстаграм, чтобы поделиться. И все мои друзья, которые знают, что у меня аэрофобия, сочли своим долгом накуячить мне вот такое сообщение про то, что «Ну что, аэрофобия, долбоём! Самолёты, небезопасный транспорт!» А у меня вообще ничего не изменилось. Знаете, что я сделал после того, как настрелился грузовик? Я вышел из поезда и пошёл жить свою жизнь дальше. Вот что я сделал. Если бы ваш самолёт въебался, грузовик щебнел. Значит, водитель грузовика Виндизель, как минимум. Ну и шансов у вас немного, сами понимаете. И вот что я сделал весь следующий день. Весь следующий день я мониторил все новостные сайты и ждал, когда появится новость про то, что в нас врезался грузовик. Не знаю, чего я ждал. Честно говоря, скорее всего просто, что какое-то попадание в СМИ. Но я уверен, что там не могла статья про меня с каким-то упоминанием. Я точно не такой комик, чтобы написали, типа, известный комик попал в ДТП с поездом. Скорее бы написали, тот чувак, который заказал вагину, попал. Я такой, да забудьте уже, хватит. Сколько можно, надо терпеть. Да, поэтому стараюсь ездить на машинах. Я здесь езжу на такси. Мне нравится, что я могу заказывать бизнес-такси здесь. Я в первый раз, когда увидел, сколько она стоит, я такой, блин, почему так дёшево? А потом приехала машина, и я такой, а! Вот почему. Первый раз просто видел Infinity на газу, а так вообще прикольно. Здесь, оказывается, заметили, да, что здесь такси-класса бизнес по-другому работает. Здесь такси-класса бизнес означает, что у водителя есть бизнес. И он вам о нём расскажет, скорее всего. Деньги вообще отдельная история. Я вот недавно думал про свою жизнь. Я родился, когда развалился Советский Союз. Потом были 90-е. В 98-м дефолт, потом в 2008-м кризис, потом Крым, потом коронавирус, потом война, потом мобилизация. У меня чисто один вопрос вообще. А у меня бабки будут когда-то в жизни? Нет хоть какие-то? Я хоть что-то заработаю вообще? Нет? Я только что-то пытаюсь заработать. Они такие «всё, выбрасывай, х**ям, это уже не то, это уже…» «Что? 100 тысяч заработал?» «Молодец, давай разделим на 4,7 и узнаем, сколько это не в драмах. Как тебе такая идея?» «Круто вообще!» «Что у тебя есть?» «А, квартира в центре Екатеринбурга. Ну, если хочешь, можешь в Арабкире здесь на окраине разменять её на сникерс, если хочешь». Раз я здесь, стараюсь вообще знакомиться с городом, со страной, конечно, это очень интересно. Я смотрю всякие видео в Ютубе, но я заметил, что каждый раз, когда я включаю видео, которое называется «Неизведанный Ереван», Ереван там всегда жёстко изведанный, честно говоря, содержание вообще не меняется. Меняется только лицо вот этого чувака, который решил, что он первый в Армению приехал вообще и стоит делиться открытиями. «А вы знали, что в центре Еревана есть недостроенная лестница?» И ты такой, тысяча человек на каскаде такие «Ебать, где? Покажи нам это место вообще!» «Что это такое?» «Хоть брат включил неизведанный Ереван, и там потерянный чувак в шестом массиве ходит и такой «Где я?» Это Нор-Норк или Нор-Камараш, я не могу понять. Барандес! Поэтому стараюсь не только там видео смотреть. Хорошо, что есть ещё друзья, которых можно что-то спрашивать. А друзья мои вообще любят рассказывать мне что-то. Единственная проблема с рассказыванием моих друзей про Армению, что можно, если не делать поправки, узнать, что армяне слишком всё придумали, как всегда, разумеется. Они просто немного, я не против этих историй, армяне действительно много чего придумали, но мои друзья чуть-чуть перебарщивают с этой информацией. Я сейчас объясню. Я недавно ездил в Грузию, я возвращаюсь, и мой друг такой, «Как тебе Тбилиси?» Я такой, «Понравилось». И он такой, «А ты знаешь, что в Тбилиси всё построили Армяне?» Я говорю, «Нет, экскурсовод как-то пропустил этот момент, честно говоря». Он такой, «Ты съездил, вообще ничего не узнал? Сейчас расскажу». «И час давай мне рассказывать, что в Тбилиси всё построили Армяне». Я такой, «Ну ладно». В следующий раз я еду в Сочи. Я возвращаюсь, и он такой, «Как Сочи?» Я уже что-то начинаю подозревать про историю Сочи. Я говорю, «Понравилось». Он такой, «А ты знаешь, что в Сочи всё сделали Армяне?» Я говорю, «Как и море?» Он такой, «Конечно, почему, думаешь, чёрным назвали?» Потому что чёрный по-армянски сев в честь Севана. Потому что море почти такое же большое и красивое, как ядр. Да ну хватит, это уже перебор, сто процентов. Ну и в третий раз так вышло, что я поехал в командировку в Токио. Я думаю, если ты сейчас свой ёбаный рот откроешь, Ну если сейчас окажется, что Месроп Маштоц ещё и японский алфавит придумал, я... Я просто от него узнал эту историю про Месроп Маштоц и грузинский алфавит. Кто понимает, про что я говорю, поаплодируйте. Хорошо. Интересно, что не все. А все остальные, вы в Армении меньше трёх минут. Я правильно понял, как вы избежали этой информации? Ладно, объясняю тем, кто не похлопал. Месроп Маштоц, великий человек, который придумал армянский алфавит, он же ещё придумал и грузинский алфавит. Просто про это почему-то реже упоминают, как быстро я стал таким человеком. Ну надо знать. И мне это рассказывает мой друг, и я решил проверить, так ли это. Я гуглю, и оказывается, действительно так, но это одна из версий. Есть ещё версия. Оказывается, грузинам просто не сильно нравится эта версия. Им больше нравится эта версия, что им алфавит вот так вот бог с неба, большой рукой из облаков вытащил и отдал. Меня эта версия тоже устраивает, потому что бог, как известный армянин, так что в любом случае наших рук для вас.